и добрый вечер уважаемые любители меню футбольной лиги Алматы к сожалению не в прямом эфире, но в записи мы обязательно добавим этот матч на наш youtube канал который называется так же как и наша лига ставьте себе МФЛ Алматы и на очереди у нас второй матч стартовавшего сезона осень осень 2019 МФЛ 2019 Мунайши против Казах Телекома будет очень трудный матч не только для игроков, но и для нас с Артёмом Артём это наш оператор я думаю для него должно быть все хорошо а вот для меня будет все печально потому что протокол который мне принесли это протокол прошлого сезона здесь указан Аблайхан Тотай как вы спросите я догадался очень просто здесь Тотай Аблайхан его здесь нет соответственно значит это старый протокол ну и в составе Мунайши я уже увидел одного из игроков премьер лиги, который играл в прошлом сезоне за команду Газпром нефти как раз так с мячом Дилдобеков Алмаз его так же нет в протоколе и это очень печально дорогие друзья я не знаю как называть будем по номерам называть которые есть в протоколе я думаю игроки нас растят ну по крайней мере я хотя бы на лицо знаю иголкипера команды Мунайши и собственно Дилдобекова Алмаз а в воротах Мунайши защищает парень по имени Нурсултан и я не помню его фамилии к сожалению но в прошлом сезоне к примеру лиги защищал цвета замечательного клуба Тума вот и собственно благодаря этому я помню его на лицо моего еще называли человек с зеленой перчаткой но он сегодня вообще без перчаток играет сегодня ему нипочем удары казахстериком потому что он с голыми руками вышел на казахстериком ну а в составе казахстериком по крайней мере вот эта пятерка я их вроде как помню все на лицо и думаю что легко разберемся есть у них новенький парень я успел заметить это на разминке команды но о нем попозже как он только появится уже будут конечно проблемы с произношением его фамилии и имени ну давайте поехали ну Артем профессионал какой забыл выключить телефон поставить на беззвучный итоге мы узнали какая криновая мелодия у Артема где что нибудь модное Артем типа там типа там опа Камдан стайл модное же или нет в свое время в свое время я на это и намекал тебе Каламбу ладно дорогие друзья давайте переключимся на матч казахстериком против Мунайши итак пятерка казахстерикома в воротах легенда МФЛ легендарный братарь парень который занимал третье место на футбол квиз в аренапап парень замечательный отец человек статистика МФЛ ну еще раз повторюсь вы уже поняли что это легендарная личность что еще сюда добавить и просто хороший человек Тимофеев Святослав легенда еще раз повторюсь МФЛ ворозащает ворота казахстерикома дальше у нас идет Усенов Бигзад Мусаханов Даниар Алдунгаров Тимур второй шестой номер нужно вспомнить тут шестой Мерекеев Ергазе я вспомнил а вот со вторым будут большие проблемы потому что в протоколе его нет протокол старый а это новый видимо игрок он собственно сейчас и пробивал с левой ноги второй номер даже не знаю с кем его сравнить кем его как его называть но в общем пока он будет вторым номером потом разберемся может быть кто-то назовет его по имени и мы будем его так же называть ну и команда Мунайши команда которая поднялась из Лиги А в Премьер Лигу я напомню что из Лиги А три целых коллектива пришли в Премьер Лигу это команда Намат это Достык Транс Терминал который будет играть в следующем и команда Мунайши но вот уже мы можем видеть два трансфера как минимум у Мунайши на мой скромный взгляд потому что я комментирую пример Лигуи помню только как я уже говорил так как может быть еще есть новички но к сожалению пока я их не знаю где они не сказал попробуем по номерам пройтись посмотреть кто из них кто в протоколе прошлогоднем еще раз повторюсь следующий игроки а теперь давайте смотреть на номера вот собственно вместе с дилдобековым алмасом в обороне играет одиннадцатый номер в протоколе одиннадцатый номер указан как Тулиусинов Нурлан надеюсь Нурлан все правильно сходится и номер и фамилия в протоколе поэтому я думаю что этот парень точно не будет обижаться двенадцатого ищем двенадцатый есть двенадцатый двенадцатый прием двенадцатого тоже нет к сожалению какие еще номера есть на поле семнадцатый есть это тоже надеюсь совпадает есть десятый номер это бесед будем пока их называть именно так надеюсь что на следующий тур это будет завтра или через неделю команды предоставят настоящий протокол как он сейчас выглядит на данную минуту пока у нас без особо опасных моментов все происходит парень который отвечает за табло тоже немного завис там 2-1 Тимус и Айди Мебель хотя уже идет пример лига и здесь пока счет нет новичок второй номер Казахстерикома снова активен он очень здорово вошел в игру уже один раз пробивал с левой ноги не точно ну и сейчас также обострял здорово впереди и усинов бигзат простреливал в штрафную на Мерикееве Ергазы Мерикеев не успел и здесь уже Алдунгаров Тимур и Тимофеев Святослав или просто Тимофеев Славка или просто Тимофеев легенда контролировал весь мяч Мерикеев до мяча не добрался будет водить мяч за боковой есть рядом Мусаханов Данияр сыграл через центр Дархан и выбивает мяч подальше один из номеров Леусинов Нурлан снова Дархан с мячом заброс туда вперед длинный Алдунгаров Тимур прочитал эту передачу и сам же начинает эту атаку Алдунгаров на Мерикеева Ергазе Мерикеев не точно а у нас объявился наш диктор ну уж добро пожаловать с возвращением брат давайте послушаем нашего диктора а потом порадуешь ammen несколько потому что будет и так диктор на в с и до р Девушки отдыхают. 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 миликей хорошая была бы комбинация если бы нет ошибка Мерикеева Яргаза это второй номер один из новичков команды казахтелеком он же не обороняется Кушахмедов Санжар с мячом был и аут для команды казахтелеком Багомедов был вводить мяч в игру Колгат передача вперед на второго номера и не стал идти в борьбу игрок команды казахтелеком будет вводить мяч в игру 22 я ловлю себя на мысли что я просто сейчас номера называю второй, двадцать второй Артем ну давай хоть как-нибудь назовем 22 на кого из футболистов похоже такой худощавый техничный я бы сказал первым делом Неймар ну как здорово сейчас прорывался по флангу десятый номер команды казахтелеком очень знакомое лицо в школе естественно этого номера нет но не могу назвать десятого номера как бы то ни было дальний выстрел в исполнении Жахметова Санжара к проблемам Тимофеева Тимофееву не принес выстрел ну спасибо по одному вару у нас есть один вар у нас есть у каждой команды есть шанс взять один видео по второму спасибо и я забыл это десятый номер по первому ну султан хорош слава а че ты вар собрался делать то есть Музаханов хорошо я напомню да то я забыл что премьер лига пользуется варом сильно помогало сильно что не не жесть и забег ошибается амирикеев но мусаханов делал передачу на десятого номера команда казах телеком и до удара мирикеев не довел контратаку мунайше это неймар из мунайши и в итоге неймар зарабатывает штрафной удар нет это не неймар это Эвертон кто смотрел Копа Америка чемпионат Южной Америки тот помнит наверное что это за игрок вытягивает поиск 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 Продолжение следует... 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 а дугаров и димаш сажали в коробку взяли 10 номера команды мунаиши это байсинов дархан бейсинов дархан он сейчас и оказался в роли пострадавшего в этом эпизоде стандарт опасный для мунаиши педагог мяч 2 человека в стенке и тимофеев показывает кому куда встать влево влево теперь правее все готово дальние выстрелы вот он тимофеев а у нас есть сзади на футболках написано жена на узи пазл сошелся все верно дайбергенов выстрел и нурсултан здорово играет а это уже алдунгаров тимур нарушает правила на десятом номере бейсины дархан адлет но так что по моему энджик назвали я тоже сомневаюсь что это адлет еще раз повторюсь какой протокол такой комментатор да артем артем поговорим хоть как дела как ну ты смотри второй матч мфл снимаешь до этого никогда же не был или был пример лигу видел ты наверно нет или видел премьер лигу премьер лигу не видел как тебе уровень уровень очень крутой я даже скажу а дельдобеков перевод на фланг не точная передача и есть у марата возможность разогнать что атаку поддерживал атаку турмагометов здорово как мусаханов плохо принял мяч очень многообещающе выглядела эта атака мусаханов алдунгаров дотянулся замечал на финтах хотел пройти 17 номера команды Мунайше Майманова Ерната не удалось развязались у алдунгарова Тимуру Ельдовик Тимофеев будет вводить мяч в игрок Тимофеев Димаш 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 передача на Олега была по моему больше чем на Мерике Ергазы я боюсь мяч с соседнего поля что он прилетит вот примерно так он прилетит было очень опасно но фортануло Артем Дархан Дархан в атаке и два мяча помешали очень перспективной атаке Дархан мог еще подработать мяч и с правой пробить по воротам Тимофеева но вот вылетевший из второго поля мяч помешал это сделать и стандарт вот это да неплохо можно отсюда еще и пробить удар у Белдобекова Алмаза очень хороший хотя почему-то я на секунду тоже подумал что и ошибаюсь фамилией Белдобеков Алмаз как бы там ни было первый тайм заканчивается и это очень хорошая новость для тех кто будет смотреть этот первый тайм потому что очень-очень невесело как-то играют игроки но я думаю что во втором тайме мы увидим открытый футбол 0.00 после первого тайма мы начнем против казахстей рекорд сша вы такой и сша очень-очень Продолжение следует... 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 только ему написали цифры а мне нет видишь я на память работаю а ему цифры написали понимаешь как все печально я понимаю что диктор важнее комментатора но это несправедливо друзья прям в ноль мяч по-моему это очень несправедливо это знак то что сейчас обе забьют чего-то периодически энергетика появляется ничего нету даже мне чай перестали бесплатно давать лаша на кого-то нас оставил ваш казались или если слышишь нас пока там кто-то на газоне не вижу пока желтая карточка для игрока наши марат на газоне ваш если будешь смотреть на эфир то это минуты на кого-то нас оставил чай бесплатно не дают сэндвич тоже наш курятник наше гнездо дрявое ветер отовсюду что еще протокол старый лаша вернись это была минутка юмора такого тупого я поэтому не обращайте внимание можем смотреть продолжать матч между мальчик казах телеком 2 0 казах телеком выигрывает я думаю что казах телеком сам неожидан не ожидал для себя что выиграет это конечно же аут и марат автор первого гола будет вводить мяч в игру как бы там не был кто-то из них забил гол может быть раздвоение личности у марата может быть он когда забивает фархат а когда не забивает он марат алкад турмагомбетов на америке его ярказа они садят димаш танипаж димаш 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 бей точно вот так вот новый игрок в команде номер пока его не видно у него другие шорты отличаются от коллег по команде у всех такие темно-синие у него черные 20 номер давайте испытаем удачу посмотрим в протокол наивный комментатор пытался найти 20 номера в протоколе нет его конечно как прикажете называть судя по нарушениям правил это хулиган будем называть его ну кто кто все хиром не креативно это ппп больше мадридском реалии нарушитель злостный вот 20 номер это ппп димаш будет разыгрывать или бить нет разыграл с усеновым усенов здорово как это домашняя заготовка между прочим ем усенов димаш и турмагомбетов должен был замыкать передачу не удалось ну что мы наши давайте на гол то наиграем наверно или не наиграем турмагомбетов в олега мяч попал можно за эту желтую карточку показать показывали такое в истории футбола было когда мяч попадал в рефери это было в чемпионате франции забыл правда какие команды играли по моему ли а когда мяч в рефери попал и он дал игроку красную карточку я на секунду завис потому что вспомнил где моя кофта там же еще и ключ от автомобиля ой как все плохо и Артем вон там она по моему где мы сидели да а если ее посмотреть вдруг ее взяли мой ключ кому он нужен да по идее турмагомбета заброс вперед тайм аут берут игроки побок коллективов пока у нас есть пауза быстро сбегаю за своей кофтой ой чтобы было и но мы не Продолжение следует... 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 такой готовности но как попробуй обыграть у них новая форма новой форме проигрывать конечно в первом же матче будет атака мунайши можно понаблюдать как разминается к спицы и как разминают сюда стык терминала это пятый гол ворота команды дальше но все бросили играть футболисты в синих футболках и здесь можно попробовать сымитировать главный хит это плохая имитация в общем 5-0 какая боль поет артем морозов какая боль у наших казах телеком 5-0 дурсултан передача на давида луиза вперед туда опасно а это могло и залить тимофеев будет водить мяч в игру вот казах телеком тоже обновил форму не все конечно новое чувство из них новая форме но вот вратарский свитер он так называет свитер у тимофеева мне кажется не ново у сенов у сенов бигзат у сенов у саханов данияр у сенов на тимофеева тимофеев на алдунгарова нельзя возвращать тимофеев потому что такие правила мпл усеянов передачи на основу алдунгарова алдунгаров тимур набирает футболгаров турмагомбетов сахаров сахарова но что там будет вредничество брасывает вперед на урбеково максата если я мы дождались так сказать полосы фамилии что шестой будет ой ой нет сахаров доняр димаш кстати очень хорошее впечатление производит козыреком вот еще с мячом димаш димаш здесь на подбогу давиду лунис прибежала заходите показывает он на эвертону дархан передача седьмого номера урбеков максат здорово как и и не нет стима феев может сыграть на ноль продолжает по крайней мере играть на ноль первый сухарь может случиться у тимофеева славки первый как это говорится в англии клинщик и славка все ближе и ближе будет похож на джордана пикварда из эвертона в этом сезоне именно пиквард отстоял два тура подряд на ноль все остальные команды пропускали но то и пиквард вчера пропустил а алдунгаров здорово и здесь еще и нурсултан решил пофинтить а обыграл он алдунгарова тимура но дальше ничего для мунайши не произошло дает луис луис нет не точно димаш димаш идут сразу двое против димаша димаш таково на усенова пикзат усенов турмагамбетов алдунгаров снова турмагамбетов назад на алдунгарова уже и сам казахтелеку мне кажется забивать не хочет оно и не надо счет в табло 5-0 куда еще тут лучше остановиться на вот этой знаменитой цифре на знаменитом счете знаменитого благодаря небезызвестной печати уренбеков макса ты грудью сбрасывал не точно до сих пор не могу себе простить что я его называл весь первый тайм дельдобеков алмаз сейчас прям все печально да вот и до стык транс терминал как только алибеков бекович заметил их не размин начали разминаться на опыте не только суд но и подсказывает команду два угловой для манайши розыгрыш углового да вот дойдет дело до удара не дойдет пока дур султан дур султан дальний выстрел в ладонгаров тимур выбивает и можно забивать шестой если бы усаханов доньяр побыстрее немного передвигался по мячу турмагамбетов здорово димаш шестого гола пока не будет уренбеков уренбеков потерял мяч и не ожидал турмагамбетов долгат передачу от Димаша в атаке манайши турмагамбет отбирает этот мяч мусаханов мусаханов усенова усенов догнал успел догнать этот мяч снова мусаханов обратная передача не проходит и все дорогие друзья у нас заканчивается второй матч премьер лиги МФЛ Алматы 5-0 казах телеком обыгрывает манайши совсем скоро мы вернемся на завершающую встречу премьер лиги в этот игровой день до стык транстерминал против Каспи